Всех приветствую, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Малфой и... Батя на хайпе, типа! Почему типа? У нас Батя на хайпе и Малфой, и сегодня мы вам расскажем, как заработать денег на самом лучшем сервере Аризона РП. Вот. Поэтому, друзья, обязательно ставьте свой царский лайк, пишите комментарии, Батя, и что, еще не нужно там подписаться? И обязательно сделайте, что у вас была кнопочка не красная, а серая. Пожалуйста, медведи, давайте! Итак, самый крутой способ заработать денег на Аризона РП, мы нажимаем Y, Y, нажимаем достижения, все достижения на работах. Вот, друзья, если мы будем выполнять эти вот, собственно, боже, достижения, мы сможем заработать АЗ Коинсы. Смотрите, перевести 15 клиентов в такси, все лишь 15 клиентов, Батя, это изи, у тебя фуражка, как у таксиста. И мы за это получим 24 Аризона Коинса. Давайте мы посмотрим, какой там курс, кстати, Аризона Коинсов, сейчас я даже и не помню. Мы нажимаем деньги, допустим, обменим 24, и допустим, мы заработали, честно говоря, ну, 30 минут, и мы заработали 264 тысячи. Мы не хотим затягивать ролик, но думаю, вы поняли. Вам нужно выполнять именно достижения, это на самом деле очень просто, вот, это ежедневное достижение, и поэтому, если вы будете хотя бы перевозить 15 клиентов в такси, допустим, здесь еще квест с механиком, я знаю, вот, очень крутой. Подчинители заправить 15 игроков, нам дадут 20 АЗ Коинсов. Друзья, как это выполняется? Очень легко. Мы можем приехать просто на автобазар, ты знаешь, где автобазар, правильно? На GPS нажимаешь и... Да, вся суть, чтобы мы приехали на автобазар и просто предлагали игрокам починиться за один вирт. Это очень просто, люди, игроки будут вас понимать, и это очень легко выполняется, честно скажу. На изи, на изи. Да, у нас сейчас на балансе 7 миллионов, и батя, по сути, таким способом зарабатывал себе денежки, вот. Капуста капала, капала. Вот, главное, друзья, запомните, вам нужно активно играть, вот. Ах, стоп, я совсем забыл, друзья. Если вы только начинаете играть, допустим, окей, вы при регистрации на Arizona Red Rock, сейчас ссылочка в описании, вводите ник батя Толик Малфой, он тоже есть в описании, и вы при получении третьего уровня автоматически получите... Автоматом, ребята, автоматом получите 300 тысяч. 300 тысяч, как в тракториста, 300, ребята. Это очень легко. Изи, изи, ребята, изи. Дальше мы заходим в МН, если вы уже апнули, допустим, пятнадцатый уровень, да, в смысле пятнадцатый, тьфу, пятый уровень, вы можете получить промокод. Но, правда, я уже активировал промокод, вот, но в двенадцатом пункте МН вы можете активировать промокод. Вот хэштег батя, он тоже дает денежки, я буду с ним прокачать. Хэштег, решетка, типа, батя, да, да. На Аризоне реально денежки легко зарабатывать. Ну да, здесь, конечно, миллионы, миллионы, ребята. Это, как говорится, за копейки ничего не купишь, а только миллионы надо, миллионы, ребята. Я хотел бизнес купить, блин, мне сказали, батя, сколько тебе миллионов? Семь. Я говорю, хоть чебуречную, не можно чебуречную даже купить, на вокзале. Я поставил чебуреки, продавал бы там, с чипсами. Нельзя. Итак, друзья, мы подъехали к, как это, кстати, называется, там, где все работают? Центр занятости. Красава, батя. Итак, мы подходим в центр занятости и вкратце пройдемся по работам, на которые мы можем устроиться. Друзья, работы это тоже очень прибыльное дело. В последнем обновлении, насколько я знаю, очень хорошо апнули работу механика. На механике можно зарабатывать, то есть, чинить там машины других игроков. Думаю, вы знаете лучше, чем мы. И работая механиком, можно зарабатывать минимум 200 тысяч в час. Вот. Притом, если там есть даже конкуренция, если вы будете играть, допустим, ночью, ну, если ты ночью, допустим, после завода батя пришел, он может ночью играть. Вот. Короче, ребята, всем вакансий хватит, работ капец, приходите в центр занятости, всех ждут. Батя, это не реклама, друзья, вы поняли. Работа механика, единственный минус, то, что здесь конкуренция, вот. Чем больше вы работаете, тем больше вы зарабатываете. Еще что я могу выделить, работу, работу, работу. Налоговый. Правильно, батя, налоговый. Правда, нам здесь требуется 10 уровень, но на Аризоне 10 уровень. Да вы что, это? Да ты что, изи, хапанте, ребята. Даже у батя 15 уровень уже. Две ночи не поспите и хапните себе этот левел, блин. Главный плюс работника налоговый в том, что у вас нет конкуренции, вы можете работать сколько угодно. Вот здесь самая стабильная работа, мне кажется. То есть работаешь днем, утром, вечером, без разницы, и ты будешь за один заказ получать 20 тысяч. Короче, ребята, сделали уроки и в самчик, и в самчик, и хапайте бабки, рубите, рубите, рубите. Вот. Только уроки сделайте сначала. Еще такой лайфхак, вы можете просто арендовать, боже, Мавери, и чтобы процесс сам был быстрее, вы можете разводить эти вот самые налоговые данные. А что такое Мавери? Вертолет, батя, не тупи. Вертолет? На вертолете это будет все быстрее. Гвинтокрил, гвинтокрил. Да, украинцам привет. Итак, следующая работа у нас идет инкассатор, тоже такая вот хорошая работа, как и в налоговой, ну, по принципу, вы берете этот самый, короче, разводите по банкоматам, тоже очень легко. Что ты ключами своими... Кому на Десу, кому на Десу, таксистом я хочу, таксистом хочу работать. Да, друзья, есть работа таксиста, она с первого уровня, первый уровень, ты только зарегистрировался, ты уже можешь играть, но, друзья, таксист, честно скажу, она не особо прибыльная, поэтому, если вы будете играть, работать, хотите заработать денег, работа механика, раз, работа налоговой, два, инкассатор, три, хотя еще работа мусорщика тоже прибыльная, она поменьше тоже требованием, третий уровень. Вы просто собираете мусор и за 100%, если вы собрали всего, так скажем, мусора, вы, думаю, знаете всю систему, что же я вам рассказываю, вы можете заработать, сколько там, вроде бы, 40 тысяч, если я не ошибаюсь. Вот, допустим, мусорный бак, вот прямо возле больницы, а ну-ка сейчас проверим. А ну проверим. 100%! Вы подъехали, загрузили и заработали денег. Поскидывали ненужные скины. Это, в принципе, изично, зарабатывать деньги, на Аризоне легко заработать денег, если у вас есть желание, вдохновение и очень много свободного времени. Кстати, будут каникулы, вы можете на зимних каникулах тупо капусточку ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. И не просить у бати 50 тысяч. Следующий вид заработка, это перепродажи. Он чутка сложнее и он требует чуть больше времени, но он окупается очень сильно. В любом случае, мы можем просто торговать вещами из нашего инвентаря. Допустим, у нас есть разные... В 90-е барыги назывались. Это тоже называется барыги. Спекулянты, блин! Ну ладно, пойдет. Тоже все просто, вы покупаете дешевле, продаете дороже. Ну, думаю, всем все понятно. Вот главное, чтобы вы, перед тем, как начать зарабатывать, вы немножечко с ценами ознакомились и с экономикой сервера. И мы рассказали вам основные способы заработка. Друзья, у нас очень много азакоинцев. Я не знаю, правда, почему батя их не обменивает. Не хочу, я собираю. Мы лучше промокод апнем, вот, ну, друзья... Я собираю, собираю, мне надо много. Поэтому, друзья, если мы вам хотя бы чуть-чуть помогли, обязательно ставьте свой царский лайк. Этот ролик был предназначен, скорее всего, даже для новичков, потому что... Для новичков, ребята, для маленьких, для новеньких, но и опытных, конечно, пускай посмотрят. Просто дело в том, что опытные уже это все знают. Поэтому, друзья, если вы знали эти способы, поддержите батю лайком. Мы очень сильно... И нажмите эту красную кнопку, чтобы была у вас серая. Ах, кому надо, сука, кому надо. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем пока. До новых встреч.